Я с позволения следующего докладчика передвину сейчас доклад и приглашу сначала Дениса Владимировича Колбасова, профессора, доктора ветеринарных наук, директора Федерального исследовательского центра вирсологии и микробиологии. Традиционно у нас по африканской чуме свиней Денис Владимирович... Но в этот раз не будет. На этот раз сформировалась такая тема в виде вопроса, потому что у производственников чаще всего остается незакрытый вопрос по пути проникновения возбудителя. То есть как бы все известны варианты, а какой действительно путь, по которому зашел возбудитель, всегда есть сомнения или только предположения. Поэтому порассуждайте, пожалуйста, на эту тему. Оксана Владимирович, спасибо. Тут помогли мне организаторы сформулировать тему выступления. Конечно, тут, наверное, сложно переходить. Разный масштаб проблемы. Я хотел только своей логикой поделиться. Это все-таки по поводу путей проникновения инфекции в стадо. Первое, я хотел бы сделать ряд оговорок. Мы в свое время активно участвовали в обсуждении правил ввоза скота из-за рубежа в бытность эпизоотии блютанга в Европе. И много там задавалось вопросов в отношении гарантии безопасности. Но все-таки позиция коллег, кто этим вопросом давно занимается, в том числе и в научных кругах, что концепции нулевого риска не существует. То есть все равно при наличии восприимчивого животного и наличии источника инфекции, при принятии всех возможных мер, соответственно, есть определенный риск. То есть это надо принять и какой-то гарантии, вот как вы дайте нам гарантию, что этого не произойдет, но такую гарантию никто не может дать. Вторая оговорка, которую я хотел бы тоже сделать, она всем очевидна, но зачастую в наших обсуждениях, откуда и кто кого наградил, мы забываем все равно сутевую юридическую часть, что ответственность за здоровье несут владельцы животных, соответственно, законодательством. То есть много дискуссий, а вот та страна не декларирует, а вот в том регионе тоже было, и они молчат. Ну, в общем и целом, это важная информация для принятия решений, но это, в общем, мало помогает с точки зрения организации биобезопасности на самом предприятии. Третий момент, на чем еще хотел бы остановиться, все-таки надо правильно интерпретировать информацию о фактах выявления инфекционных заболеваний. Ну, тут вот последний такой вызвавший активный общественный резонанс, при этом с сомнительными какими-то, наверное, реальными экономическими последствиями, это введение карантинных ограничений в центре Москвы. И, опять же, четко понятно, что это ограничение на деятельность, в первую очередь, птицеводческих предприятий. Количество птицеводческих предприятий в центре Москвы, ну, наверное, оно не так далеко, но так как касалось населения, значит, распоряжение мэра вызвало большой резонанс. Значит, это попало в новостные ленты, и из новостных лент понятно, что мэр Москвы подписал постановление о введении ограничений 18 мая. Если мы посмотрим уведомления на сайте Всемирной организации здоровья животных, то, соответственно, начало, то есть сам факт подозрения на заболевание возник 15-го. Далее мы, если почитаем, мы увидим, что, да, там речь идет о высокопатогенном гриппе птиц, речь идет о том, что были обнаружены павшие птицы, ну, то есть это, соответственно, инфицирование уже вызвало гибель животных. Мы смотрим действующие ветеринарные правила по гриппу птицы, видим, что инкубационный период болезни составляет от 1 до 21 календарного дня. То есть понятно, что 18 мая стало известно о введении ограничительных мероприятий, но это все-таки в любом случае дает основания предполагать, что само событие, сам факт заноса возбудителя, он произошел довольно длительное время назад. То есть, а потом уже идет цепочка действий, которые потом становятся публично известны. Поэтому это очень тоже важно учитывать при рассуждениях о возможных источниках заноса возбудителя. С учетом вышесказанного, все-таки мы говорим о биобезопасности и о анализе управления риском на предприятиях. Еще что хотелось бы сказать. После той дискуссии, которая сейчас состоялась между представителями различных компаний-производителей, если в отношении продукции тут очень просто различить, что там отечественное, что импортное, хотя бы по формальным признакам, то все-таки надо признать, что в области вирусологии, в области бактериологии, которой я не очень хорошо разбираюсь, но все-таки общие принципы, они сходны. И нам при проведении каких-то мероприятий и при выстраивании программ биобезопасных предприятий, но все-таки есть все основания учитывать мировой опыт и те данные, которые были получены, в том числе нашими коллегами за рубежом, вне зависимости от того, в каких странах это было сделано. В этом плане международные организации всемирно признанные предлагают очень большие усилия. Россия является членом и Всемирной организации здоровья животных, и Всемирной организации продовольствия, сельского хозяйства, Организации объединенных наций, Всемирной организации здравоохранения. То есть в общем и целом хотя бы на уровне этих организаций стоит доверять той информации, которая этими организациями вырабатывается на уровне рекомендаций. То есть я думаю, что тут нет никакой нужды избегать такие источники. И все-таки еще один важный момент, тут мы как-то к этой теме вчера возвращались, вот в части ДЭС-сред, в части вакцин, наличие научных публикаций. Почему именно не на русском языке, почему так вроде бы такое предпочтение отдается иностранным изданиям? Ну в общем и целом надо признать, что для того, чтобы качественная статья вышла в печать, качественная статья, она обязательно проходит в институт рецензирования. Ну то есть это важно для того, чтобы выявить слабые моменты работы именно на уровне узких специалистов. У нас объективно просто специалистов не хватит для того, чтобы проводить качественную рецензию. Ну такая сложилась ситуация, это надо принять, и она во многих странах мира такая сложилась. Поэтому я все-таки буду в основном ссылаться на англоязычные источники по той причине, что там информация, которая прошла определенную верификацию. Значит, какие подходы сейчас применяются международными организациями в части опять повышения информирования специалистов о основных причинах и путях проникновения заболеваний, они, может быть, выглядят весьма наивно. Ну, часть из них, конечно, имеет такой узкофициальный характер. Основным таким источником информации зачастую является Европейское агентство пищевой безопасности. Я думаю, что публикация будет доступна участникам мероприятия со ссылками на первоисточники. То есть ЭФСА, это Европейское агентство пищевой безопасности, это орган, который действует в соответствии с поручением Европейской комиссии, анализируя риски, связанные с возникновением и распространением целого ряда инфекций. То есть я все-таки еще раз призываю вас при сборе информации, ну, обращаться к первоисточникам. С пометой, вот сегодня была очень интересная дискуссия вначале на круглом столе по токсинам в отношении все-таки запретили отруби или не запретили. А потом выяснилось, что есть опять у нас разночтение. Ну, я сказал одно, вы услышали другое, а подумал я третье. То есть я все-таки думаю, что всегда лучше свериться все-таки с каким-то объективным источником. Вот одним из таких, ну, как бы более глубоких источников является публикация по оценке риска, в том числе Европейского агентства пищевой безопасности. Там есть вот документы, которые, я думаю, будут очень полезны. Опять, я извиняюсь, что это на английском языке, но на другом пока объективно, ну, достаточного объема информации нет. И уровень нынешнего машинного перевода, ну, я думаю, позволяет решить все проблемы, включая перевод потокового видео на русский язык. Поэтому я еще раз заранее извиняюсь, что, ну, как бы другого источника информации объективного нет. Но второй подход, который практикуют сейчас крупные международные организации, это популяризация знания о механизмах распространения, путях заноса на уровне, вот как бы, таком относительно наивном, комиксовом. Но при этом вот эти ролики, которые опять публично доступны и которые могут быть использованы не только для квалифицированных специалистов, но и, главное, для персонала хозяйств с точки зрения все-таки их информирования о путях и механизмах проникновения возбудителей, они, ну, как бы нашли свое место и, в общем, довольно активно выпускаются по целому ряду болезней. И опять, если мы посмотрим вот такие схематические иллюстрации все-таки механизмов передачи вируса на близкие, на дальние расстояния, мы, конечно, увидим, что основной посыл во всех вот этих сообщениях, что это контакт между инфицированными и здоровыми животными. То есть мы можем с этой мыслью соглашаться, не соглашаться, дальше уже разбираться, по какой причине это происходит, но вот на примере целого ряда болезней мы опять видим, что источником инфекции зачастую все равно является контакт между здоровыми и, соответственно, инфекционными животными, которые являются источником инфекции. Вот аналогичная ситуация представлена по гриппу птиц. Много сейчас дискуссий в отношении там источников заноса, но мы должны понимать, что вот механизм основной, то есть основной фактор риска, вот опять это указано в документах целого ряда международных организаций, это опять контакт между здоровыми и инфицированными животными, это могут быть дикая птица, опять, но тогда и мероприятия должны быть направлены на то, чтобы избежать такой контакт, если есть задача снизить эти риски. И второй момент тут указан, опять, возможен занос инфекции на инфицированной одежде и обуви. Ну, вот, коллеги, основной источник заноса, он такой, он нам может не нравиться, мы начинаем задавать вопросы, а как тогда этими рисками управлять, но тем не менее, с точки зрения, как бы, доступности информации о причинах заноса, ну, другого, там может быть всякая другая казуистика, вот тут обсуждалось опять, а вот если там пролетала птица и, допустим, ее фекалии попали. Ну, здесь опять речь идет о том, что, да, возможно, вот так как в фекалиях вирус сохраняется свыше 100 дней, опять на обуви, возможно, занос возбудитель. Ну, надо, да, предпринимать меры, опять, когда мы говорим, какие конкретно меры предпринимать, ну, есть смысл все-таки обращаться к опыту коллег в других странах, потому что, опять, основным способом борьбы с перелетной птицей на птицевойческих предприятиях, в мировой практике, он какой? Ну, то есть, это отсутствие доступности кормов, которые бы привлекали перелетную птицу на предприятие. Ну, в общем, опять опыт других стран показывает, что это технически возможно. То же самое любые другие инфекции, которые возникают, все-таки сейчас довольно большое количество данных, которые позволяют для себя тоже сформировать представление о тех механизмах контроля и снижения рисков заноса возбудителя, которые на фермах необходимо предпринять. Ну, допустим, там информация, опять, касающаяся гриппа свиней, и опять, эта информация больше исходит не от регуляторных органов, не от Министерства сельского хозяйства, а это информация, которая предоставляется в основном ассоциациями, то есть, по аналогии с Национальным союзом свиноводов, которые анализируют опыт, возможно, у них есть экспертная группа, но те рекомендации, которые формируются, они должны быть и понятным языком изложены, все-таки исходить от тех людей, которыми вы, как члены этого сообщества, которым вы доверяете. Значит, и опять, так уж, африканский, чем у нас свиней, уж как пройти. Вот материал 22 мая 2023 года. Опять, основные источники. Прямой контакт с зараженными животными, косвенный контакт, ну, через проглатывание, в смысле, что через рот, инфицированные продукции. Опять, контакт с зараженной одеждой и транспортными средствами и оборудованием. Ну, вот, то, что касается клещей, это при наличии. У нас эта проблема не стоит. То есть, когда мы обсуждаем, что вот опять произошла вспышка на свиноводческом предприятии, там-то, 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 коллеги, ну, вот, основные факторы риска, они все здесь. Значит, соответственно, анализируете уже свою практику, ну, другого как-то вот, ну, другого нет. Да, нам это не нравится, нам хочется, чтобы это был обязательно какой-то форс-мажор, который от нас не зависит. Но зачастую все равно это, так или иначе, человеческий фактор, либо нарушение правил карантинирования. И это касается целого ряда заболеваний. Так как тут у нас очень, прямо очень-очень-очень все активно будируется тема РРС, ну, тоже объективно большой объем информации. Для меня был большим сюрпризом то, что эта информация, в том числе, доступна на русском языке, специализированные сайты, которые изначально при переходе по ссылке предупреждают, что веб-сайт предназначен для квалифицированных ветеринарных врачей. Если вы не ветеринарный врач, значит, не заходите, свяжитесь со своим ветеринарным врачом. Ну, то есть, они говорят о том, что этой информацией надо пользоваться осознанно, но при этом при переходе по ссылке опять вот сайт вроде бы, ну, как бы англоязычный. Вся информация доступна на русском языке. Опять, основной источник заноса РРС на ферму. Ну, вот вчера с Андреем Александровичем Муковым, насколько я понял наш заочный диалог, он говорит, вот пусть наука посмотрит на роль семенного материала. Ну, коллеги, публикации, датированной 20-летней давностью о том, что сперма является высоким риском заноса РРС. Ну, если российские ученые посмотрят, коллеги, поверьте, ничего в этой истории не переменится. Ну, то есть, ну, вот, да, это фактор риска. Как им управлять? Ну, это, да, опять и практика, она сложившаяся. И опять, есть какие-то научные публикации, есть же опять вполне доступная информация, которая позволяет, еще раз, в первую очередь, у персонала сформировать представление о необходимых мерах о снижении риска. В том числе и в отношении РРС. И в части биобезопасности, и вакцинопрофилактики, и то, что обсуждалось, гетерологенных гомонологичных штаммов, и стратегии иммунизации. Ну, то есть, информация эта доступна. Я рекомендую ей пользоваться, найти какую-то возможность, ну, все-таки, коммуникации и перевода этой информации на русский язык, может быть, опять приняв решение на уровень ассоциации. Ну, и в заключении, о чем хотел бы сказать, вы, наверное, так или иначе в курсе ситуации, которая сложилась в Японии, которая стала эндемичной по классической чуме свиней через 26 лет благополучия. Ну, мы в это время очень активно общались с коллегами в Японии и задавали им вопрос, вот, ну, в чем причина, при том, ну, если вы смотрите, как бы, статистику по данным заболеваниям в Японии, такое активное распространение инфекции. Они говорят, основная причина, у нас 26 лет не было КЧС. У нас грипп каждый год, и там вот птицеводческие предприятия каждый год повышают уровень безопасности, осведомленные специалисты проводятся необходимые мероприятия. КЧС не было 26 лет, мы расслабились, и, соответственно, собственники, в общем и целом, как-то под эту проблему подзабыли. И опять, честно говоря, когда показывали, ну, вот, те свиноводческие личные подсобные хозяйства в Японии, ну, уж в России таких давно нет, а там вот опять осталось. То есть вот это вот длительное время, когда люди не обращают внимания на ту иную проблему, оно приводит к тому, что, конечно, настороженность снижается, меры не предпринимаются, и это приводит потом к такому массовому возникновению заболеваний. Но еще раз хочу сказать, что, в общем и целом, информации более чем достаточно. Как ей распоряжаться, ну, это уже вопрос другой, но я рекомендую еще раз все-таки пользоваться теми источниками, которые доступны, и сверяться, ну, вот, с наиболее авторитетными из них. Спасибо. Спасибо, Денис Владимирович. Если Вы позволите, мы Вашу презентацию покажем производственникам, да, перешлем, чтобы они могли пользоваться этими ссылками, и не только им, а и студентам. Потому что вчерашнее наше мероприятие, секция «Будущее ветеринарии» показала, что студенты, оказывается, не по тем сайтам тоже входят. Вот, и очень мало знают о промышленном производстве, будь то птицеводство или свиноводство и так далее. Поэтому им тоже перешлем, будет полезно. Спасибо. Вопросы будут? Да, давайте один вопрос. Денис Владимирович Верховский, Олег Анатольевич. Ну, все-таки ответили Вам японцы, откуда у них вирус-то взялся, если его там 26 лет не было. А то, так сказать, шутки шутками, откуда он там у меня взялся? Честно, еще раз, основная дискуссия была вопрос, ну, не в том, кто виноват, а вопрос был, что делать. Ну, потому что вот это обсуждение, ну, вот сейчас самый пример Доминика, Гаити. Ну, сколько угодно можно копий ломать, откуда на Гаити взялся вирус. Но он там уже есть, и он там останется. И встает опять, ну, на уровне собственника, вот больше что ему интересно, все-таки, ну, как дела у него обстоят, или откуда взялся вирус в Японии. Ну, вот пока у нас опять, давайте ссылаться на официальную информацию. Мы смотрим, у нас единственный официальный орган, это Всемирная организация за здоровье животных. Там, в том числе, и по всем другим заболеваниям источник неизвестен. Ну, да, ну, это так, но это не повод, ну, вот он неизвестен. И у нас еще самое слабое во всей этой истории звено, что вот, конечно, проблема, кто первый сознался, то есть кто более добросовестный, несмотря на то, что в регионе уже давно, и один вот первый, как дурак, происследовал, и потом, о, это он. Почему? Потому что у него первого поставили диагноз. Ну, это тоже как-то демотивирует. Ну, вот это поиск, кто, ну, не знаю, насколько она помогает решить проблему. По Японии не могу ответить. Если вот прямой ответ на ваш вопрос, я не знаю. Ну, вас не слышно нашим онлайн-пользователям, поэтому, а я-то думал, только мы недорабатываем в плане расследования. Оказывается, и японцы тоже. Ну, и нам стало легче сразу. Вот, но хотелось бы, вот всегда этот вопрос возникает, надо, я думаю, постараться и все же нам наладить такое расследование, чтобы докапываться до причины заноса, будем первыми. Хорошо, спасибо, коллеги.